МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 18 апреля 2016 года на рынке электронных средств массовой информации появился новый игрок – телеканал 7.7 ТВ. И сегодня, спустя всего 5 лет, он вполне узнаваем не только среди жамбылцев, но и на всем медийном пространстве нашей большой страны. За это время канал нашел свой путь к сердцам зрителей. Конечно, нас это радует. Работа на телевидении – целое искусство, которое во многом зависит от слаженности творческого коллектива, его идей, креатива и амбициозности. Свой творческий потенциал телеканал продемонстрировал уже с первых дней вещания. Считаю, что за 5 лет телеканал обрел своего постоянного зрителя и стал вполне узнаваемым на рынке электронных средств массовой информации. За это время немало молодых талантливых ребят, начинавших свои первые журналистские шаги на 7.7 ТВ, уже работают на республиканских каналах. К примеру, наш Мадир Сирик, он возглавил пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития и сейчас уже трудится советником самого министра. Хочется вспомнить в этот день и Альфию Менгазову, светлая ей память. Ее особенно любили шамбулцы, и в первую очередь, потому что в своей журналистской работе она всегда старалась хоть чем-то помочь простому человеку по ту сторону экрана. И сейчас есть продвинутая молодежь, я считаю, которая по плечу оперативно и качественно доносит информацию до телезрителя. Есть целая плеяда у нас режиссеров, операторов, дизайнеров, монтажеров, инженеров, готовых ради хорошей картинки пошертвовать многим. Работа на телевидении – это действительно, знаете, целое искусство, которое во многом зависит от слаженности творческого коллектива, его идей, креатива и амбициозности. Надеюсь, что телеканал наш нашел свой путь в сегодняшнем информационном потоке. За пять лет действительно у нас достигнуто немало. Но впереди, подчеркиваю, у нас громадье планов. Молодой амбициозный коллектив «Семьсем ТВ» готов покорять новые вершины. Помимо новостных выпусков, телеканал уже с первых дней своего существования приступил к производству собственного контента. Это передача прямого эфира на злобу дня с участием представителей местной власти, руководителей различных управлений и ведомств, которые брали на заметку и контроль многие животрепещущие проблемы и вопросы, требующие безотлагательного решения. Криминальные хроники и ночные рейды также были в арсенале канала. Сработать качественно здесь помогла тесная и оперативная связь с правоохранительными органами региона. Особое внимание «Семьсем ТВ» уделяло и вопросам развития туризма. В Жамбылской области серию передач на эту тему выдавал в эфир талантливый журналист Валерий Татаренков. Причудливые красоты родного края, перемежающиеся с историей древнего Тараза, привлекли внимание многих телезрителей из различных областей Казахстана. Пять лет много это или мало? Наверное, по-разному можно это определить. Но это и большой срок становления. За пять лет вы сделали очень много. Вы вселяете в людей надежду, веру. Люди включают, чтобы посмотреть новости последние. Люди смотрят всевозможные передачи. Одна из них, конечно же, по туризму. И люди это любят. Вы умеете сделать так, чтобы телевизор захотелось включить именно на вашем канале. И поэтому очень хотелось бы, чтобы и в дальнейшем у вас было благополучие, удача. Чтобы в канале складывалось все так, как вы бы сами хотели. Я искренне, от всей души поздравляю руководство канала, которое прошло через все тернии. Но такой красивый канал, такие красивые студии существуют. Я поздравляю коллектив этого канала, который всегда, везде, в нужную минуту ведет съемки. В погоду, непогоду или в дождь. За время пандемии, в трудных условиях, ребята работали там, где нужно было освещать все события. Всегда говорили, носите маски. Если это нужно было раньше, год назад, оставайтесь дома. Сейчас говорят, путешествуйте, смотрите свою страну. Включают вот именно вот такие моменты передачи и наши туристические объекты. Именно вы, СемСемТВ, помогаете людям узнать все больше и больше. И поэтому пусть в семье каждого из вас будет только благополучие, счастье и удача. А сам канал СемСем, две мои любимые цифры, ждет благополучие и удача. И взлет, то, чтобы его видели на всех уровнях. Поздравляю вас с праздником, с юбилеем. Телеканал всегда откликается на все события, происходящие в нашей области и протягивает руку помощи нуждающимся участием в различных боготворительных акциях. В дни нашего юбилея свои праздничные поздравления присылают представители различных организаций и ведомств, работающие с телеканалом в тесной связке. Среди них и наши бывшие коллеги, работающие по профессии уже на республиканском уровне. От всей души поздравляю телеканал СемСемТВ с пятилетним юбилеем. За эти годы он добился немалых высот, захватил сердца и внимание телезрителей, ворвавшись в бурный информационный поток своими социальными передачами и новостями на острые темы. СемСемТВ выпустил множество журналистов, которые начинали свои первые шаги в этой сфере. Все это, конечно же, благодаря бесценному опыту шеф-редакторов и директоров телеканала, в частности, человека с 35-летним опытом Куляш Ташаевны, бывшего директора Зарины Пердебековны. Именно эти люди научили основным тонкостям и азам профессии мастера микрофона. Отрадно, что сейчас коллектив не теряет ту высокую планку, которую они поставили перед собой, когда канал был создан. У него есть свой постоянный зритель, узнаваем не только в регионе, но и за его пределами. Уделяет большое внимание подаче информации через популярные социальные сети. В этот день желаю коллективу телеканала «Процветание». Пускай поводом для новостей будут только радостные события в нашей стране и мире. Желаю вдохновения, увлекательных тем, которые зацепят и привлекут еще больше телезрителей. С днем рождения, телеканал СемСемТВ. Не отстает телеканал и от новых вияний, имея свое информационное агентство СемСемНьюс. Кизет, оно служит хорошим помощником и подспорьем для обратной связи с населением. Все, чем живет народ, какие проблемы испытывает, мы узнаем в переписке с ними. По тому популярности у телезрителя пользуется передача «Народ и власть». Действительно, это две неотъемлемые составляющие единой сущности страны. Как не может быть страны без народа, так не может быть и страны без власти. Как живет большинство из нас, какие проблемы испытывает, как реагирует на это власть, спешит ли на помощь. Вот так мы пытаемся разобраться в непростых ситуациях обычных людей и по мере возможности помочь им. От имени коллектива газеты «Знамя труда» сердечно поздравляю своих коллег, журналистов телеканала СемСем с пятилетним юбилеем. Мне вспоминается презентация этого канала пять лет назад. Тогда от ветеранов, от имени ветеранов было высказано множество пожеланий по дальнейшему становлению и развитию этого телеканала. Отрадно отметить, что эти пожелания в целом исполнились. Телеканал занял свое достойное место на информационном поле региона. Наряду с новостными передачами на телеканале ежедневно можно увидеть проблемные материалы, сюжеты о проблемах, о болевых точках того или иного села или того же города Тараза. В становлении телеканала на первых порах большую роль, свой достойный вклад внесла Зарина Куатова. Ей также помогали маститые журналисты Асхарбек Сиилхан, Куляшва Мирзахова, Халбек Аджан. Канал завоевал популярность среди телезрителей области своими актуальными материалами, злободневными сюжетами. Я желаю телеканалу дальнейшей плодотворной работы, а работать есть над чем. На дворе 21 век – век цифрового телевидения. И канал идет в ногу со временем. Наша студия оборудована современной техникой, камерами последнего образца, монтажными столами, звукорежиссерскими пультами. Не будет преувеличением сказать, что работы наших дизайнеров, в числе которых и рекламные ролики, ничем не уступают центральным каналам по качеству и картинке. И это подмечают сами телезрители. Коллектив стремится доносить до людей всю оперативную и достоверную информацию. Искренне поздравляем коллектив телеканала 7.7 с юбилеем, который исполнилось 5 лет. Естественно, канал очень, как бы сказать, молодой, современный. Данный канал имеет определенные свои достижения, как и в республиканском значении, так и в областном. Всегда озвучивает все вопросы, необходимые для развития аграрного отрасли, для развития нашего Казахстана. Показывает и положительные, и отрицательные стороны, проблемные вопросы. Это дает решение и принятие правильных решений другими, скажем, управлениями, другими уполномоченными органами. Поэтому желаю творческих успехов, дальнейшее, чтобы данный канал процветал. Естественно, коллектив всегда был в дружном отношении. И всегда, чтобы данный телеканал исполнялся как бы юбилейные. И всегда мы эти мероприятия отмечали вместе, вместе с управлением сельскохозяйства. Озвучивает все вопросы в агропромышленном комплексе, которые необходимы для, скажем, донесения до жителей региона. Озвучивает те вопросы, которые необходимо, чтобы население знало в виде поддержки государственной, которая необходима поддержке для сельскохозтоваропроизводителей. И это все дает свой определенный эффект на развитие как области, так и увеличение доходов и экономического состояния сельскохозяйственной области. Еще раз от всей души поздравляю вас с юбилеем. Желаю творческих успехов, чтобы ваш телеканал всегда был первым в ряду в республиканских телеканалах. За пять лет достигнуто немало. Несмотря на это, перед нами стоят большие планы. Молодой амбициозный коллектив «Семьсем ТВ» готов покорять новые вершины. С праздником, дорогой канал! С юбилеем! Субтитры создавал DimaTorzok